друзья всем привет все незамена на поджарики датчика холостого хода находится он на насосе который солярку качает там снизу я его открутил то есть вот тут где циферки сбоку он прикручивает что все дело открутить необходимо снять аккумулятор здесь один аккумулятор там 2 аккумулятор у меня аккумулятор кофр вот он датчик холостого хода выглядит вот так оригинальный наверно кино с цифрки 036 003 к 14 207 8060 кач какая штука на холостых оборотах бывает иногда глохнет то есть как это устраняется уже вот года три я так делаю на год хватает то есть эту пружинку стопорное кольцо вытаскиваешь там типа к жиклера жиклера вытаскиваешь там не соринка ничего просто продуваешь обратно вставляешь и обратно ставишь стопорное колечко и хватает на год вот сейчас стоял на стафоре вот и заглох вот то есть заказал в китае вот такую волшебную коробочку не знаю сколько он 1300 стоит ну ссылку оставлю в описании вот он в пакетике даже есть прокладочка болтики колечко такой номер значит за номер короче модель чайна сейчас вытащу будем устанавливать устанавливается вот колечко и два винтика шестигранчиком так вот этот у нас оригинал а вот это у нас не оригинал сравнивать в чем разница разница вроде никакой хоть нафига вот это колечко что-то непонятно на оригинале никаких колечков нет то есть прокладкой все сейчас будут отделся устанавливать так хочу вам показать где там что находится видно то есть вот оно отверстие скорее всего в приточку дает колечко резиной ставится почему-то его не было офигенно то есть прокладка оба защит подлеешь то есть решил этот колечко поставить наш приточку должно войти раньше его почему-то не был как он работал прям без кольца все установил отдел контакт но это где зеленый коричневый проводочек для удобства вот эту защелку отщелкивал ты обратно так оп так что-то оторвалось вот эту штуку снимал кучу датчиков каких-то и сюда аккумулятор ставится все датчик установлен аккумулятор установлен можно в принципе заводить что вам еще интересно рассказать ехал я значит из этого датчика с юга короче 500 километров оставалось до иваново и холостой ход стал пробовать то есть на обгон прешь 110 120 машина глохнет и все и вправо офигеешь короче на скорость ее заводить нельзя на интералку пробовал включал заводишь на скорости взрыв такой короче один раз попробовал двумя коробка оторвется нифига машина живучая короче припарковываешься ставишь паркинг заводишь опять едешь она опять глохнет так 500 километров то есть только газ добавляешь она сразу глохнет приходилось подгазовывать надо было в принципе только датчик вытащить его продуть обратно поставить ну и он будет работать там полгода год сейчас поставил новый датчик китайский сейчас будем пробовать как чтоб еще чего этом автомобиле было такого интересного вот такой маленький датчик у фильтра вот он такая маленькая коробочка с него идет шланг маленький сейчас поставил прозрачный то есть он идет с датчика egr датчика egr на фига он нужен то есть вот этот идет металлическая трубка с выхлопа то есть машина когда холодная вот отсюда идет с выхлопа нагретый выхлоп и идет короче в коллектор потом к машина нагревается там клапан стоит и он закрывает его короче сажа грязь попадала в этот датчик он полностью вот эти трубки были забиты короче у меня вообще все отрубилось есть пэксовая источка вообще вся электроника получилась большая девятка вообще не управляем было это зимой купил я датчик это было года четыре назад вот этот датчик типа оригинал 8000 стоил очень дорого поставил хватило на месяц короче также все опять загорелось его чистить нельзя его вскрывал там мембрана какая-то короче в конце концов что я сделал купил датчик за полторы тысячи родика китайский вот этот ему уже считай почти четыре года вот сюда поставил железяку то есть вот здесь заглушил не за типа нержавейка наверно не нержавейка нифига на это прогорел он посмотреть уже давно ставил то есть здесь стоит прокладка мозги ничего там не кач не прописывал нифига вот этот датчик здесь моторчик стоит то есть клапан он открывается закрывается то есть горячий воздух в коллектор попадает коллектор снимал полностью чистил там был нагар ну просто капец короче его чистил все нормально сейчас в принципе газ не попадает вот прошло сколько почти четыре года шланг видно прозрачный китайский датчик все работает офигенно хочу пробуем заводить его надо обучать тот который я сейчас поставил все попробуем вместе много я наговорил всего конечно завелась это уже офигенно то есть аэсэ загорелся наш аккумулятор все пол снимал то есть как его обучить обучить чудо читал давно кач включаем фары дальний против туманки все задний ближний кондиционер на минималку на паркинге то есть пускай он поработает он там что должен сообразить холостой ход как там сам настроить в принципе есть холостой ход упал вниз то может кондиционер включить и он шка приподнимет это у нас паркинг заднюю врубаем на задней надо чтобы он потрабанил но нам неправильно все делают пофигу должно все работать 316 тысяч пробег так нейтралочка будет холодно на улице у нас 10 градусов надо окна открывать сегодня пока от магазина отъезжал три раза заглох вообще позорище кач глох и все не знаю пока работает драйв драйв но еще я думаю сама обучиться там когда время какой-то пройдет на и кондиционер на закрой вроде дует холостой ход а был ниже прямо был посередочке сейчас чуть выше серединке китайцы офигеть так выключаем против туманки дальний так выключаем против туманки дальний а вроде ничего не течет там видно его кача будем наблюдать даже едет ёлки-палки чего себе еще она поездит и айс отрубится сообразит так что скорость какие-то посчитай этого уж слишком умный автомобиль какой-то но простой главное покупать недорогие запчасти смысла дорогих я вообще не вижу я ну там шруса какие-нибудь это конечно нормальные рулевые тяги какой-нибудь датчик который стоит 10000 рублей можно купить китайский за 1000 рублей то к датчикам я отношусь проще все работает да и не пристегнутый пикать чутка чё там чуть повыше стали оборот все четко вроде вот так своими руками шутка грязная может поменять датчик китайский ссылка в описании на этот датчик понравился видос ставим лайкос подписывайся на канал всем спасибо за внимание подарок а как Субтитры создавал DimaTorzok